Доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас будет обзор нового проекта, который называется Friend RP. Естественно, расположенный на базе игры Arma 3. Ну, а знатоки подобных сборок, наверное, уже по карте смогут сейчас определить, что это такая вот нафталиновая сборочка. Сборочка древняя, юнионская, и, в общем-то, выглядит карта вот таким вот образом. Очень-очень старые иконки, на которых нету даже никаких обозначений. Ну, а уж разговоры о том, чтобы на этой карте присутствовала какая-то интерактивность, наверное, даже не следует заводить. Ни меню, ни интерактивности, конечно же, здесь нету. Ну, давайте заходить на сам проект. Ну, ожидать, что место появления персонажа будет каким-то уникальным, наверное, тоже не следует. Это вот стандарт. Сугубо сухой стандарт. Появляемся в обычном месте, которое прописано на этой сборке и, в общем-то, видимо, авторам не менялось. Ну, ладно, проходим дальше, а далее нас ждет банкомат, который стоит здесь же возле места появления. И банкомат выглядит все так же старо и сухо. На сайте я почитал, что у них какая-то интересная экономика. Вот к ней-то мы сразу же, наверное, и обратимся. Здесь же рядом в стандарте стоит магазин, универмаг, в котором мы сможем посмотреть какие-то цены. И цены действительно, ну, странные, я бы так сказал, наверное. Другого слова я не могу подобрать, потому что тот же GPS стоит больше, чем мне дается начальных денег. То есть, какое-то время разработчики предлагают мне покататься по карте и побегать без GPS. Ну, остальные цены вы видите. Тоже очень многое то, что нужно в начале игроку, нам пока не по карману. Ну, не знаю, вот это, наверное, и есть та самая интересная экономика. Ну, будем смотреть все по порядку. А следуя порядку, мы проходим в центр города Ковалы. Ну, комментировать здесь я даже не вижу никакого смысла. Обычная, стандартная сборка без всяческих изменений. Ну, то есть, изменения-то, конечно же, присутствуют. Ковала изменена, но изменена она еще, наверное, лет, может быть, пять назад, когда эту сборку вообще делали. Вот так она и пришла на этот проект, в общем-то, без каких-либо таких весомых или интересных и радующих глаз. Изменений. Единственное, что вот мне бросилось в глаза, я не видел вот таких вот радаров. Как видите, радарчики сделаны в виде прицепчика. Ну, типа, они перемещаемые, но они, конечно же, никуда не перемещаются. Далее пройдем за лицензиями, потому что на данной сборке без лицензии, вернее, вам не покажут никакой товар. Ни транспорт, ни летный, ни грузовой, никакой. Надо покупать лицензии. А вот к стоимости лицензии у меня опять есть вопросы. Это и есть, наверное, та самая интересная экономика, но нам сейчас по карману только одна лицензия. Это лицензия водителя легкового автомобиля. Далее, имея лицензии, проходим на магазин, вернее, который расположен опять в стоковом месте, в разбитом ларечке. Ну и машины. Вот опять машины, которые здесь были в этой сборке с самого начала, накачанные еще первым автором, который собирал эту сборку, наверное, когда-то, давно. Но вот они так здесь и стоят. Вот эти вот доисторические, абсолютно бесполезные, на мой взгляд, на мой взгляд, абсолютно бесполезные машины. Покупать их может только, наверное, вот новичок. И то, если его разработчики поставят в такие условия. Вот как, например, меня. Ну, мне не хватает даже на эту машину начальную, но вот только при таком условии я ее возьму. Больше мне эта машина, ну, никаким образом не может понадобиться, потому что она старая. Старая, некрасивая, с размыленными, старинными, дурацкими текстурами. Но зачем-то их авторы добавляют. А мне просто кажется, даже не добавляют, а просто не удаляют. Потому что эти машины прописаны в эту сборку. Юнионскую, по-моему, даже первой версии. Ну, а остальной транспорт вы сейчас видите. Буду прокручивать достаточно быстро, потому что задерживаться на этом уже не имеет никакого, наверное, смысла. Ничего мега уникального мы здесь не увидим. А проследовать дальше мне не остается ничего, кроме как пойти в почтовую службу. Потому как условиями этого проекта мне не остается ничего другого. Купить свою машину у меня нет денег. У меня нет денег даже, чтобы купить какое-то нужное в начале оборудование. Наверное, это и считается на этом проекте интересной экономикой. Я не знаю. Это, я бы сказал, на любителя. Вообще, экономика очень сложный процесс. Ну, и как видите, кстати, здесь не обошлось без анахронизма. И вот этот вот блокпост, на котором, кстати, никовошеньки нету, все равно присутствует. И опять-таки, его не поставил сюда автор этого проекта. Он здесь стоит изначально в этой сборке. Поэтому, ну, его просто не удалили, потому как, наверное, нет никакого другого решения, кроме как вот ставить эти блокпосты. Таких блокпостов здесь стоит два. Один стоит вот этот, который мы сейчас видим. Ну, а второй на развилке, если ехать на Софию и на Пиргас. Ну, на том перекрестке стоит еще один, похожий на этот блокпост. Ну, а что касаемо экономики, про которую я читал в группе ВКонтакте, что она достаточно интересная. И я бы, наверное, поспорил. Интересная экономика, когда у игрока есть какой-то выбор. У меня же нет никакого выбора. Условия этого проекта, этой игры заставляют меня садиться вот на эту вот почтовую машину, от которой, если честно, меня уже подташнивает. Это все та же старая стандартная машина желтого цвета DHL. Ничего новенького здесь нету. И меня вынуждают ездить на этой машине. А удовольствия от этого я не получаю уже, наверное, последних года три или четыре. Да к тому же, в данной версии этой почтовой службы у машины урезана в хлам скорость. Она не разгоняется свыше 100 километров по ровной прямой поверхности. На гористой местности или вне дороги она падает еще меньше. Поэтому, ну, езда и так-то скучная, а тут ее превратили просто в какую-то рутину. Ездить невозможно. Я скажу больше, что за полчаса я не уложился. Хотя обычно я успеваю за полчаса доехать от первой до двадцатой точки и еще взять одну точку ближайшую в обратном направлении. Здесь же я не уложился даже до двадцатой точки. Но, тем не менее, мне удалось нафармить какое-то количество денег. Хотя ездить с такой скоростью по карте, это, я вам скажу, еще то удовольствие. Да еще и на старой дурацкой почтовой машинке, которая уже действительно вызывает какие-то тошнотворные явления. Ну, а вот такой вот транспорт представлен в грузовом магазине. Опять ничего интересного я вам, наверное, здесь не покажу. Машинки достаточно стоковые. Есть несколько добавленных. Ну и, как видите, добавить добавили, а вообще над менюшкой даже не поработали. Снизу для ВИПа три доисторические машины, три Урала, которые, опять же таки, в этой сборке прописаны с самого начала. Когда-то эти машины считались, вот эти вот машинки считались уникальными. Ну, на момент сборки, когда эту сборочку вообще делали, эти машинки считались уникальными. Тогда еще не было хорошего, интересного, уникального транспорта, поэтому они считались ВИПовскими. Ну, здесь авторы даже не поработали над этой менюшкой и ничего не поменяли. Добавили какие-то иномарки, но вот само меню, какое есть, такое оно и есть. Такое же доисторическое. Ну, а транспорт я вам уже показал. Как видите, экономика действительно сложная. И я, кстати, не имею никакой претензии к этой экономике. Сложность экономики меня никогда не удручает. Меня удручает другой факт, что, а какой смысл здесь фармить? Здесь нет никакого функционала. Ничего, кроме фармления, вы здесь не увидите. Нету ни предприятий, ни бизнеса, ни продажи. Ну, может быть, есть какой-то крафт, которого я, кстати, даже не касался. Ну, а так, в общем-то, это вот такая вот стоковая, старая, старого образца сборка, на которой вы можете фармить, а можете не фармить. В общем-то, вот и все. Вот совсем недавно я делал обзор на один из проектов, который, в общем-то, выглядит практически вот точно так же. Есть какой-то минимальный функционал, там, пятилетней, семилетней давности. И, в общем-то, больше тоже нет ничего, вот как и на этом проекте. И я выразил свое мнение, что, по моему мнению, ну, нет смысла открывать подобные проекты. Но это мое мнение, поймите. Это я его выражаю. Это не говорит о том, что это вердикт, и со мной надо соглашаться. Абсолютно верно мне написали, что, ну, ты ошибаешься, и мы с друзьями ищем как раз вот подобные проекты. Так чего их искать-то? Они как грибы после дождя. Подобных проектов куча. И я уже показывал, например, проект Simpro, которому больше двух лет. И функционала, кстати, побольше, чем вот на этом проекте. Но там нет никого. И обзор, вот, и, вернее, тот проект, на который я делал обзор, и мне писали комментарии, тоже почему-то не работает. Да и вообще на подобных проектах нету онлайна. Но это же не я выдумывал. Вы можете это все посмотреть сами. Люди играют там, где есть какие-то технологии, где есть какие-то интересные механики, скрипты, новые добавленные функции. Там есть онлайн. Но здесь я не уверен, что здесь этот проект продержится какое-то долгое продолжительное время, и здесь будет аншлаг. Ну, вот, не уверен я в этом. Но это мое мнение. Поэтому, если вам нравятся вот подобные проекты, то их даже искать не надо. Их очень много. И просто можно посмотреть мои обзоры вот на подобные проекты. Заходите и играйте. Кто же будет против-то? Открывайте свои подобные проекты. Кстати, подобную сборку можно найти вообще в интернете бесплатно. Ну, а если есть пару тысяч лишних рублей, то вы можете еще и посвежее сборочку найти. Открыть и играйте, пожалуйста, в свое удовольствие. Никто же не против. Открывайте. И я для этого, в общем-то, и показываю свои обзоры. Ну, а то, что я высказываю свое мнение, так это ж мое мнение. Я же его вам не навязываю. Поэтому, если и этот проект кому-то понравился, заходите и играйте. Получайте удовольствие. Бога ради. Он открыт. Он ждет своего игрока. Заходите, играйте. Ну, а у меня на этом все. Берегите себя и свое здоровье. Играйте в игры. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok